Редактор программы «Гараж» на нашем канале, автогонщик Андрей Комаров, вернулся с чемпионата Moscow Classic Grand Prix с очередным кубком. В этот раз третье место нашему коллеге принес новый формат соревнования. Все подробности выяснила наш корреспондент Мария Шалаванова. В финале сезона организаторы Moscow Classic Grand Prix решили удивить гонщиков. В этот раз они соревновались не в скоростях, а в выносливости. Гонка на регулярность движения. Так называется новый формат. Суть состояла в том, что на каждом из 10 зачетных кругов гонщику необходимо было держать заявленный временной интервал. Они определяли его самостоятельно, а за каждую лишнюю сотую судьи начисляли по штрафу. На тренировке задавалось якорное время. То есть я говорю, что я буду ехать свои круги, свои 10 отведенных кругов, со временем 2.37. Кто-то говорит, что будет ехать 2.40, 2.50, 2.18. Кто в свои силы верит, соответственно, и едет с этим временем. И каждый круг ты должен как можно ближе подобраться к этому 2.37, к этому результату или 2.40 и ехать как можно ближе. Секунду отстал, секунды штрафных баллов. Секунду превысил, быстрее поехал, тоже штрафные баллы. По словам Андрея Комарова, это новый формат лишь для молодого поколения гонщиков. На самом деле это давно забытое еще советское соревнование, только слегка обновленное. Но несмотря на это, подготовка к финалу сезона была серьезной. За неделю до этих соревнований, опять же, достал свои пыльные гантели, чтобы у меня руки не уставали на протяжении достаточно долгого времени управления автомобилем. И достал симулятор, в котором пытался понять, как нужно вообще себя вести на трассе в таком виде соревнования. То есть у меня нет соперников на трассе, у меня соперник только время, и я пытался бить как можно точнее в свое время. В этот раз от Твери было заявлено два экипажа, и по итогам заездов оба в призах. Но кубки кубками, а новый сезон уже не за горами. У нас уже есть календарь на 2020 год, в котором расписаны три этапа Москва классика, гран-при один из которых пройдет Смоленский, гонка в Казани под вопросом, под вопросом в том числе для нашей команды, потому что это просто далеко. Есть кубок дружбы, который должен пройти в Риге. Ну и как бы в связи с этим календарем у нас только один вопрос, нужна ли виза в Ригу, а дальше все понятно. Мы поздравляем нашего коллегу с очередной наградой и желаем ему многочисленных побед в дальнейшей гоночной карьере. Редактор субтитров А.Семкин